То, что показывают в вашем телевизоре, может быть заразно. Вы и сами не заметите, как начнете повторять то, что в нем говорят, и жить, как вам навязывают. Мы не в состоянии никого вылечить, мы только диагностируем. Берем телеобразец и под микроскоп. Меня зовут Антон Гришин. Здравствуйте. С искренним восторгом приобщился к просмотру ток-шоу на втором федеральном «Россия-1». Ток-шоу «Судьба человека» Боря Корчевников ведет. К Боре приходят люди, человеки разные, он с ними общается, они ему рассказывают про свою судьбу. Сколько людей, столько и судеб. Понятно, что название не запатентовано. Понятно, что ассоциации у меня, по крайней мере, только одни, и они никак не связаны с судьбой человека Татьяны Булановой или судьбой человека Дмитрия Дюжева. Все это понятно. Странно, что первый канал не ответил и не выставил против ток-шоу «Судьба человека» ток-шоу «Повесть о настоящем человеке». Странно. Очевидно, что в нашей памяти еще достаточно ассоциативных словосочетаний, которые запросто можно использовать в качестве названий для ток-шоу. Это может быть смело. Иди и смотри стрип-шоу. Они сражались за родину, веселые старты. А зорит здесь тихие диалоги о рыбалке, и тут же орнитологическая, познавательно-развлекательная передача «Летят журавли». Странно, что не додумались. Видимо, пока не додумались, но обязательно додумаются. Деньги есть. Мой гость – доктор экономических наук Георгий Цоголов. Здравствуйте, Георгий Николаевич. Здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, любая экономическая система невозможна без денег. Наивная совершенно история. Деньги правят миром. Скажите мне, пожалуйста, а по сравнению с Советским Союзом в современном обществе отношение к деньгам изменилось? Как вам кажется? Ну, конечно, да. Деньги сейчас правят. Деньги правят. Тогда правили все-таки идеи. И в то время мыслилось так, что строится общество, в котором деньги или золото, как говорил Валерий Мирич, оно пойдет на строительство отхожих мест. А сегодня это король и это центр вообще вселенной. Так что совершенно изменилось место денег. Сейчас такая у нас абсолютно булгаковщина практически. Людей изменило такое отношение? Конечно, изменило. Конечно, изменило. У нас сейчас престиж в обществе, положение в обществе. Все измеряется тем, каков счет у тебя и что у тебя в кармане. Ну, если так даже не очень хорошо говорить о прошлом обществе, то тогда все-таки должность определяла место человека. Должность. И должность давала деньги, если уж так последовать. А сегодня все должности определяются в основном деньгами, которыми ты располагаешь. Скажите мне, пожалуйста, распад Советского Союза был связан в первую очередь с экономическими проблемами, как нас сегодня пытаются убедить. Или все-таки что-то было другое? Или все-таки что-то было другое? Мы спустя годы можем понять, что это было? 26 лет прошло. Как один восточный мудрец сказал, что когда дело идет о революциях, то надо, чтобы прошло хотя бы лет 200. Я думаю, что кое-что можно сказать и сегодня по прошествии четверть века или более того. Ну, с вашей точки зрения, что было основным решающим фактором? Это была контрреволюция, контрреволюционный переворот произошел, который изменил наш общественный строй, который изменил социализм на капитализм. И, значит, многие считают, что экономические факторы, они были главными. Ну, вот там о нефти говорят, о цене, так сказать, и прочее, которые... Но, вы знаете, вот когда ты говоришь о таких проблемах, надо немножко снять шоры и посмотреть не только на нашу страну, но посмотрите на другие страны тоже, которые были примерно в аналогичном положении и которые сумели защитить те проблемы, которые у них имелись, но другими способами и с другими результатами. Это какие же, например? Это, например, Китай. Он тоже провел перестройку, у него тоже были проблемы, и он попытался их решить с помощью реформ. Реформ Дэн Сяопина. В 1978 году он ее начал. Но Дэн Сяопин не говорил ничего о гласности, простите. Вот именно, вот именно. Перестройка предполагает изменения и реформы. Но Дэн Сяопин мудро провел эти реформы и не начинал с гласности, а начинал с постепенных преобразований в экономике. И именно с постепенных, а не с радикальных. И он говорил о том, что надо держать большое, а отпускать малое. Надо проводить эксперименты. И там, где получится, можно потом это расширять. А там, где не получается, это не нужно и развивать дальше, и прикрыть. Мы начали с политики, с расшатывания политики. Но не мы. Не мы, я имею в виду Горбачева, конечно. Это была грубейшая ошибка. И первейшая ошибка. Надо было сконцентрировать силы для того, чтобы решить задачи. Противоречия, которые скопились, и их можно было бы решить. Но он начал не с того конца. И вот эта гласность, так называемая, она привела к тому, что, по сути, была оплевана вся история нашей страны. Это была гласность, направленная против нас, против нашей истории. И вот это сыграло роковую роль. Георгий Николаевич, кстати, хотел спросить, почему гласность подразумевает огульное охайнивание прошлого? Почему гласность – это не то, что мы выходим на площади и говорим, что так жить больше нельзя. Нужно что-то делать. Надо как-то меняться. А у нас вся гласность сводилась к тому, что мы читали в тех же самых Огоньках, Коротич, Шаламов, что мы жили неправильно. Не так жить нельзя, как мы живем сегодня. И нужно стремиться к чему-то новому, лучшему, хорошему. А давайте покаемся за то, что мы жили так плохо там. Да. Ну, видите, я думаю, что здесь сочетание было того, что вот неправильно было то, что реформы начались с расшатывания политики. Гласность вроде в ней ничего плохого действительно нету, потому что это правда. Но дело в том, что воспользовались враждебные силы этим. И главная проблема, которая была, это было то, что совершенно ясно было, что верхушка перерождается. Вот вместо революционеров, которые все-таки, так сказать, были у нас и которые строили нашу страну, появилась номенклатура партийно-государственная бюрократия. И я хочу сказать, что вот в Китае Дэн Сяопин, он принадлежал все-таки к революционерам. Он страдал. Он боролся за революцию, он пострадал от МАО, но тем не менее он стал революционером. Горбачев, Ельцин и уже даже предыдущие наши руководители, это были представители бюрократии. И они не смыслили, во-первых, в тех вопросах, как улучшить социализм. Я не думаю, что Горбачев с самого начала хотел сделать что-то плохое. Но он не знал, как это сделать. А потом уже на поздних, так сказать, или на какой-то стадии появились те, которые ему стали советовать. И советовать специально, как сделать так, чтобы разрушить нашу страну. Я думаю, что Яковлев Александр Николаевич, он относился уже к этому. Есть информация про Яковлеву, действительно. И есть интересная такая архивная записка образца 1991 года. Она была продемонстрирована в 1991 году, зимой еще, Крючковым. За подписью Юрия Владимировича Андропова образца 70-х годов. И он ее зачитал депутатам. Гробовая тишина была в зале, как потом вспоминали очевидцы. И в записке четко было указано «Запад в открытую, ничего не стесняясь, будет разлагать и уничтожать изнутри союзное государство за счет своих агентов». И там был список агентов. Образца середины 70-х годов прошлого века, я подчеркивал. Имена этих агентов были известны. И то, что они продолжали оставаться на плаву, мало того, что на плаву, они возглавляли строго определенную должность, не самые маленькие в руководстве. Это, я думаю, прямое послание Михаила Сергеевича, что он невнимательно даже знакомился с тем, что ему показывали и читали. Это правда. Ну вот новое политическое мышление – это формулировка Яковлева. Да. Скажите мне, пожалуйста, сегодня, спустя годы, мы могли спасти союз? Как вам кажется? Конечно, могло бы быть иначе. Хотя надо сказать, что я думаю, что у нас не было понимания. У нас, я говорю о многих, не было понимания того, что нужно было сделать. Сейчас оно пришло кое-кому. Нужно было начинать не с гласности и не с расшатывания политической системы, а с необходимых экономических реформ. Нужно было действительно дать большую свободу развитию товарно-денежных отношений, но не таким образом, как это сделал Горбачев, не вот эти кооперативы и прочее, и прочее. Наиболее знающие люди пришли к выводу, что это есть особое, конвергентное, интегральное общество, которое создано в Китае. То есть сочетание социализма, доминирующего там вместе с капитализмом, это то, что НЭП. Ленин когда-то сделал, пошел по линии НЭПа, но он немножко боялся этого, потому что считал ее отступлением от социализма. А на самом деле это казалось самой оптимальной формой общественного устройства, где имеют место высокие темпы роста, как в Китае. И в то же время власть находится у коммунистической партии, и она правит бал, и она направляет, регулирует развитие таким образом, что общество становится все менее бедным. Сейчас только 40 миллионов бедных в Китае, а было 600 несколько лет назад, и становится все более гармоничным. Вот куда нам надо было идти. То есть нужно было оставить в общественной собственности все наши недра, всю эту нефть, газ, металлы и прочее, не трогать это. Это должно было остаться до сегодняшнего дня в общественной собственности и банковской сфере, как это в Китае существует и по сей день. Необходимо было понимать, что действительно нельзя было ломать хребет плановой системы, но это сделал уже Гайдар, человек Ельцина, и вот они сломали хребет плановому хозяйству. Плановое хозяйство – это и есть остов социализма. Его нельзя было трогать, но одновременно с тем, чтобы оставить его, можно было допускать в значительно больших пределах развитие товарно-денежных отношений. И ничего страшного, если бы они даже порождали какие-то капиталистические формы. Я вспоминаю, что вопрос о плане и рынке – это вообще вечный вопрос в экономической науке. И вот раньше уже витали эти, что социализм должен быть рыночным. Безграмотная точка зрения – социализм не может быть рыночным, так же, как капитализм не может быть государственным только. Может быть сочетание одного с другим. Но социализм предполагает прежде всего, что основные средства производства находятся в руках всего народа его представителей. Если же как у нас вот так разбазарили и передали это придворным, понимаете, ну, воришам или придворным дельцам, то получилось то, что у нас сейчас мы имеем. Мы имеем рынок. Рынок, рынок, такой рынок нам не нужен. Это не рынок. Это особая форма капитализма. Не самая лучшая. Низкопробная. Это бюрократический, олигархический капитализм. Это та система, которая была создана вот в результате безграмотнейших реформ. Многие очень экономисты приходили, а мы так и не выработали, в общем, название нашего рынка современного. Вот я вам даю название, я хотел, чтобы вы его покритиковали. Давайте, пожалуйста. Значит, дело в том, что один из выдающихся русских экономистов, ныне покойный, Станислав Михайлович Менщиков, профессор, он несколько работ написал о российском капитализме, которое никто особо не знает. И вот последний его труд, он был написан и потом еще переиздан, и в Америке он, значит, напечатан на английском языке, переведен. «Анатомия российского капитализма». Он дал характеристику российского капитализма в середине нулевых годов и исследовал этот вопрос скрупулежнейшим образом, придя к выводу, что мы имеем олигархический капитализм. Назвал основные группы финансовые, которые существуют. Первая была структура, как вы знаете, семибанкирщина, потом она, значит, трансформировалась и так далее, и так далее. Я продолжил в своих исследованиях вот эти, значит, размышления относительно того, что произошло после, когда появились госкорпорации. И когда вот получилась такая система, которая сегодня представляет собою безусловно определенную форму капитализма, где присутствуют и финансовые группы, где присутствуют и олигархи, они никуда не делись. Но вместе с тем присутствует и бюрократия, которая срослась вот с этой олигархией. И это является властвующим ядром сегодняшнего общества. Это есть мое определение. Бюрократический олигархический капитализм. Ну, кто полемизирует со мной? Они говорят, некоторые, нет, это у нас капитализм надо определять как полупериферийный. Я говорю, это определение правильное, но оно не самое главное. Это показывает наше место в мировой системе капиталистической, что мы не занимаем центральные позиции, наш капитализм, а подчиненные по отношению к западному капиталу. Но самое главное, что внутри нашего общества доминирует вот эта группа. И поэтому весь капитализм, который у нас присутствует, отсюда вот эти по понятиям, так сказать, все принимаются решения, отсюда идет тенденция к загниванию, понимаете, к отсутствию полного интереса к инвестициям. Зачем инвестировать? Когда коррупция дает значительно больше, чем вложение в инвестицию. Вот это и есть бюрократический, олигархический капитализм, который у нас есть. Это не ругательные слова. Самое удивительное, что Владимир Ильич Ленин еще в своей работе «Развитие капитализма в России» открыто и прямо писал, российский капитализм безнадежно отстал по сравнению с капиталистом Запада. И что бы мы ни делали, мы капитализм Запада, по большому счету, уже вряд ли догоним. Это говоря о капитализме. Да, и вот знаете, в связи с этим как раз я хотел еще сказать. Сейчас ситуация такая, что мы должны поставить и цель. Куда нам идти? Если мы находимся в таком состоянии, и если это главная причина нашего отставания, то мы должны его нереволюционно, а эволюционно демонтировать и перейти к чему? Вот к тому, что я называю новым интегральным обществом. Вот мы должны стремиться к тому, чтобы взять лучшие черты у социализма, плановое хозяйство, распределение по труду, и все же использовать лучшие наработки капитализма. Понимаете? Потому что нельзя отрицать полностью то, что капитализм весь плох. У него есть вещи, которые дают быстрый темп роста. И то, что это возможно соединение, показывает не только Китай, Вьетнам, Индия, но и скандинавские страны, и многие капитализмы, которые ушли уже от капитализма 19 века и перешли к социализированному капитализму. А мы во время вот этих реформ, или вернее ельцинских преобразований уже, плюнули, понимаете, полностью на социальное, и превратились вот в этот дикий капитализм с его зверствами, с его бюрократическо-оллигархическим характером. Мне очень нравится название «дикий». Ну, «дикий» в том смысле, что это «зверский», понимаете? «Зверский». «Зверский», безусловно. Почему? Потому что у нас получается так, что правят бал силы, которые не созидательные, к сожалению. Но созидательных нету наверху. Это те, которые захватили активы, которые были созданы во первых и вторых, третьих наших пятилеток. И они превратили эти заводы, которые были созданы нашими дедами, прадедами, превратили их в свою собственность. И бросают их в офшоры. Правильно. Купить и перепродать. Да, только так. Только так. А для чего вообще нужно было позволять капиталу вообще-то вставать? Только для того, чтобы он был созидательным, чтобы он управлял лучше. Частник должен якобы управлять лучше, чем общественная собственность, которая была якобы никчемной. Получилось же совершенно все наоборот. Это догмы, понимаете? Это было, вот если можно так сказать, большевизм наоборот. Тогда, может быть, в 1917 году были тоже перекосы какие-то. Но перекосы 90-го года и последующих вот этих – это еще большие перекосы. Когда все частное хорошее, все общественное плохое. Нет. Пусть соревнуются эти два вида собственности. И пусть выигрывает и побеждает та форма, которая является более эффективной и оптимальной. Вот примерно так сегодня есть в Китае. Нас не пускают соревноваться, Георгий Николаевич. Нас даже на Олимпиаду не пустили. Спасибо большое, что пришли. Спасибо за разговор. Извините, что так коротко. Хорошо. Спасибо. Не за что. У меня в гостях был Георгий Цаголов. В следующую пятницу мой гость – телезритель и географ Юрий Голубчиков. Поговорим обо всем. Это был Телесоскоп и Антон Гришин. Смотрите телевизор. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!